Собственно, о компании Elling, которую вы все знаете. Компания Elling – это один из ведущих производителей IP-телефонов, не предназначенных для какой-то конкретной системы, то есть с широким спектром совместимости. Продукция относится к сегменту премиум, то есть у Elling нет, откровенно, дешевой и ширпотребной продукции. Собственно, поэтому у нас сегодня вебинар о расширенных возможностях. Примерно половина компании инженера, и если кому-то доводимость общаться, достаточно копить инженера. Соответственно, компания сотрудничает с большими операторами, с вендорами. У телефонов очень обширный список совместимости. Ну, я прошу прощения, не дышать я тоже не могу. Кроме того, я заранее прошу прощения, тут у нас в Сибири такая странная весна, я еще иногда, возможно, буду куда-то в сторону кашлять. Вот такое бывает. Итак, соответственно, это у нас стандартный маркетинговый слайд задерживательный. Задерживаться на нем я не буду. Итак, что мы сегодня будем рассматривать? Как я уже говорил, вебинар длинный. Запаситесь чаем, там у нас будут паузы после каждой небольшой темы для вопросов. Соответственно, можно будет вот в эти короткие 2-3 минутные отрезки эти вопросы задавать. Сегодня мы рассмотрим серверные адресные книги, то, что называется Remote Phone Book. Инструмент с запросом к серверам LDAP. Возможность и команд XML. Это XML браузер и PushXML, соответственно. События телефона и команды управления телефоном с помощью ActionUri и ActionUri. Функцию Hot Desking, присвоение телефона. Возможности диал-плана, подключение через VPN и способ ограничения доступа к пользовательским настройкам для различных категорий пользователей. Такой план у нас на сегодня. Тема номер один наша, это серверные адресные книги. Собственно, что это, когда использовать настройку и как это в сравнении с SoundUp. Мы сегодня рассмотрим. Так, что это? Это адресная книга, находится она в формате XML. Если кто-то не знает, что такое XML, посмотрите. Это язык разметки. Адресные книги формируются централизованно, хранятся где-то на сервере. И телефон при запросе пользователям такой вот адресной книги, каждый раз работает с актуальной последней версией. Это полезно, если происходят какие-то обновления. В каких случаях это интересно? Когда у нас есть какой-то общий источник контактных данных. Возможно, связанный со станцией, возможно, связанный с каким-то корпоративным каталогом. Когда размера локальной адресной книги телефона не хватает, либо с ней неудобно, опять же, централизованно работать. Либо, если хочется, в том числе, чтобы при входящем звонке происходило отображение имени звонящего, которое получено из адресной книги посредством поиска номера. Еще оговорюсь, сегодняшние все наши возможности предназначены в основном для таких глубоких сценариев интеграции. То есть, и если они есть, это значит, что это кому-нибудь нужно. Поэтому, в общем-то, задавайте вопрос, сценарии они придумываются. Возможно, где-то у вас что-то было. Я попробую каким-то образом на это все ответить. Значит, собственно, что нужно для того, чтобы эти книги заработали. То есть, во-первых, нам нужен веб-сервер. Веб-сервер, на котором эти файмы будут лежать, к которому будет обращаться телефон по протоколу HTTP либо HTTPS. И, соответственно, забирать эти файлы. Дальше нам нужно иметь вот эти самые специально сформированные XML-файлы. И нам нужно на телефоне с помощью пользовательского интерфейса, либо через интерфейс автоконфигурирования, через Provisioning, какие-то кнопки настроить на вызов, собственно говоря, этой удаленной адресной книги. Ограничение размера для адресной книги, оно не в записях, оно в килобайтах. Это 500 килобайт. Соответственно, если у нас русский язык, это Unicode, ну, сами можете представить среднюю длину одной записи с учетом тегов. Где-то примерно, наверное, байт 250-300. В принципе, размер адресной книги достаточно большой. То есть, для большинства компаний сектора SMB все будет замечательно. Может быть, полоским списком, если называю их прямыми, не очень хороший перевод, я потом исправлю эту презентацию. И, возможно, разбиение контактов на группы. То есть, получается некоторое одноуровневое разбиение организации на какие-то подразделения. Собственно, дальше начинается сильная техническая часть. Здесь приведен пример XML-файла, который содержит ту самую удаленную адресную книгу. Он, как и всякий XML-файл, начинается с тега, заканчивается тегом. Внутри содержит некоторое количество записей, которые называются directory-entry. В них указываются имена контактов, различные телефоны этих контактов. Соответственно, может быть достаточно много таких элементов. И есть привязка, дальше мы это увидим, к некоторому элементу иерархии. Соответственно, файл номер 2, это файл, который задает кнопку. То есть, элемент меню, который мы смотрим в фону, для того, чтобы он, соответственно, нам показывал то, что получится. Здесь у нас приведен два справочника сделано. Первый элемент справочника, это плоский каталог. Второй элемент, это группа. То есть, их таких групп может быть несколько, они могут быть, соответственно, с помощью инструмента кнопок, который здесь указан, их может быть несколько сделано, приведены в некоторую иерархию. Таким образом, формируете вот такой файл. Естественно, точный синтаксис описан в документации E-Link. Если кому-то будет нужно реально это реализовать, обращайтесь, контакты в конце презентации будут. Либо, соответственно, IP-матика с этим может помочь, либо сама компания E-Link. Вся информация, так или иначе, есть в доступе. Непосредственно в интерфейсе телефона есть специальный раздел «Контактс». В нем есть раздел «Remote Phone Book». Указываются ссылки на серверные XML-файлы. И указываются имена, соответственно, этих адресных книг. Будут находиться, если с экрана телефона работать, справочники вот этих самых адресных книг. Также у адресных книг есть индексы, и можно привязывать прямые софт-клавиши. То есть, если прям назначать на какую-то конкретную адресную книгу прямую кнопку, это можно сделать с помощью индекса. В сравнении с запросами к серверу LDAP есть следующая особенность. Это, конечно, проще делать. То есть, LDAP не требуется. LDAP сам по себе штука достаточно сложная. Если его нет в организации, то его нужно конкретно разворачивать. То есть, здесь просто сделали файл, и он работает. Соответственно, многие поддерживающие оборудование Е-линг, телефонные станции, умеют его формировать самостоятельно. Меньше требований к инфраструктуре, опять же, LDAP не требуется. Есть родная поддержка поиска на видеотелефоне VP530. То есть, можно, начало имени или номера, искать по этой удаленной адресной книге. И, опять же, в сравнении с LDAP можно устраивать одноуровневую иерархию. То есть, как-то отображать деревом. Технический отдел, отдел продаж, директорат, что-то еще. Вопросы по первой части. Я подразумеваю, что вопросов нет, очевидно. Напишите кто-нибудь плюсик, что вопросов нет, что мне вообще слышно. Отлично. Поехали дальше тогда. Дальше у нас... Здорово. Это очень здорово, если все понятно. Дальше у нас такой интересный функционал, как запросы к серверу LDAP. Буквально несколько дней назад в закрытой Facebook-группе как раз был вопрос по поводу, а что делать, если там одна из телефонных станций не умеет непосредственно в СИПе подставлять дисплейнейм от пользователя. Есть способ, который работает на телефонах EOLINK. Он позволяет непосредственно во время звонков заставить телефон обратиться к каталогу LDAP и сделать запрос по номеру. Таким образом получить какое-то имя. Также, соответственно, дает возможность пользователю выбрать, поискать, набрав там часть имени или часть номера из LDAP какого-то человека. Это достаточно удобно для больших организаций. Что такое LDAP? Кратко, если кто-то не знает. Это легковесный протокол доступа к каталогу. При этом каталог в понятии LDAP это иерархический справочник. Деревянный, ну, такого древовидного вида. В каталоге есть различных типов и наименований, которые, в общем-то, называются атрибутами. И в этом справочнике хранится информация обычно о сотрудниках организации. Частным случаем в LDAP каталоге является всем известный продукт Microsoft Active Directory. В принципе, на LDAP основано очень много других корпоративных каталогов и решений для управления Identity. Все они так или иначе это поддерживают. Соответственно, у нас телефон здесь выступает в роли клиента для LDAP и работает с ним по схеме запрос-ответ. А клиент это администратор каталога, какой-то ответственный человек в организации, который заносит пользователей, удаляет пользователей, переименовывает пользователей, если у них имена внезапно поменялись. или делает перенос их между всякими организационными единицами и так далее в этом самом справочнике. В чем преимущество такого подхода? Во-первых, телефон ничего не загружает, все делается на сервере, соответственно, это быстро, это централизовано, это надежно. Далее еще один такой важный момент, что если у нас организация, допустим, имеет много филиалов, но при этом филиалы как бы сами по себе и имеют отдельные, например, домены Microsoft. Такое встречается на редко сейчас, да? Странно я сказал, конечно. Ну, частый случай, когда организация либо открывала филиалы АБК, либо просто приобретала какие-то компании и делала их своими филиалами. В результате активдиректории единого нет, есть много-много-много разных маленьких доменчиков. И если мы делаем единое телефонное решение на всю организацию, в принципе, можно сделать запросы локально. Значит, в силу того, что все на сервере, а телефон вообще практически ничего не загружает, полностью любые ограничения по размерам, по вложенности, по иерархии, по чему-либо еще. Простота управления. Вот телефон один раз настроили, чтобы он ходил в LDAP сервер, больше мы его вообще не трогаем. Все изменения, в принципе, происходят только где-то в корпоративном каталоге, совершенно другими людьми, которые телефонией вообще не занимаются. Ну и распространенность. То есть, если рассмотреть активдиректории, то оно, она, он присутствует практически во всех развитых IT-средах в том или ином виде. То есть, если его немножко причесать и добиться ситуации, когда все имена написаны там одним способом на одном языке и так далее, то получается вполне неплохой справочник. Куча-куча параметров, которые присутствуют в наших телефонах для настройки LDAP. Во-первых, что очень хорошо, и спасибо Елинку, что они это сделали, присутствуют поля фильтров. Фильтр – это специальная запись поиска в нотации LDAP, которая позволяет ограничить набор выбираемых элементов из каталога. Дело в том, что в том же самом Active Directory есть огромное количество всяких служебных записей, которые нам абсолютно никаким образом в нашей телефонной книге не нужны. Всякие встроенные администраторы, всякие встроенные специальные группы и прочие-прочие служебные вещи. Применяя фильтр, мы можем, например, выбрать всех пользователей, у которых заполнено, допустим, поле организации или заполнено поле IP-телефона или что-то еще. То есть, сильно-сильно это ограничить. Это чрезвычайно полезная вещь, и без нее было бы очень-очень трудно и некрасиво. Собственно, ну понятно, адрес сервера порт, куда обращаться. BaseDN – это адрес, откуда мы начинаем поиск. Очень полезно, опять же, в случае распределенных организаций, потому что можно начать, если есть единый домен, разделенный на организационные единицы, искать с какого-то уровня в этом каталоге, с какой-то организационной единицы. Например, с корня филиала. Имя пользователей и пароль для доступа к LDAP. То есть, просто, чтобы телефон сказал, хочу поискать, меня зовут вот так, вот мой пароль, чтобы чужие люди в этом LDAP не искали. Количество возвращаемых элементов, то есть, это некоторые, ну, грубо говоря, загружать по 50, да, подходящих под паттерн какой-то набранный. То есть, человек начал набирать, например, с единицей, да, а там 10 тысяч человек с единицами пятизначными номерами заведено. Естественно, всех выбирать нам не нужно, нужно 51-х, иначе у нас телефон просто не выдержит. Дальше, именование атрибутов, которые позволяют цепляться к разным серверам LDAP, которых по-разному называются, например, там, имена, фамилии и что-то еще. Потому что стандартные поля есть, но могут быть поля и нестандартные. LDAP схема легко расширяется. У нас был заказчик, у которого, в силу того, что компания международная, были национальные написания имен на национальном языке, и, соответственно, можно, например, выбирать их, можно выбирать только англоязычные написания. Все это можно сделать. Дальше есть параметры LDAP Display Name, которые из тех полей, которые мы формируем, точный вид строки. Например, сначала фамилия, потом имя, сначала имя, потом фамилия, сначала номер, потом имя, потом фамилия. Ну, как-то так. Соответственно, задержка, которая до отображения присутствует. Ну, и разрешение в флаге Enable, Disable для тех операций, которые должны делаться, когда запрашивать LDAP. При входящем звонке, при осуществлении, собственно, исходящего вызова, очень полезная штучка. Ну, и правила сортировки. То есть, можно оставить LDAP только в режиме поиска, а можно сделать, вот, включив. Такие запросы, прямо добавить его в реальное время. Ну, здесь достаточно мелко. Закладка контакта, опять же, здесь есть поле, подстраничка LDAP, в которой все эти параметры вводятся. Вот пример для Active Directory. То есть, тот самый фильтр, который я писал, он пишется в обратной польской нотации. То есть, или любая фамилия, соответственно, вот, значок или он вертикальной палкой делается. В скобках это все пишется. То же самое. Фильтр для номеров. То есть, в данном случае... Ну, что у нас тут происходит? Факт заполненности телефонного номера. Не надо увеличивать, там и так все понятно. Верните обратно. Кто там шалит? Фильтр для номера. Вот, соответственно, ну, какой-то сервер. Что ж такое? Давайте кто-то один это делать будет. Основание для поиска. Например, это корень домена, домен.тлд. Какой-то пользователь для авторизации. Мы это все сюда заполняем. И телефон начинает обращаться к серверу LDAP. А для поиска мы настраиваем ДСС-кнопку, чтобы можно было обратиться к этому каталогу. Все очень здорово и понятно. Этому пункту. Если нет вопросов, то не будет решить у слова нет. Отлично. Дальше начинается сложная вещь и длинная емкая вещь. Телефоны E-Link, начиная с модели 22 и выше, имеют встроенный браузер XML. Это чрезвычайно универсальный, чрезвычайно богатый инструмент, с помощью которого можно делать, ну, фантастические совершенно вещи. Наличие XML-браузера является хорошим тоном для серьезных IP-телефонов, для корпоративных IP-телефонов. И, в общем-то, позволяет при интеграции делать реально удобные сценарии. Итак, ну, краткое содержание нашей беседы об этом. XML – это расширяемый язык разметки. XML-функции E-Link – это набор прикладных интерфейсов, с помощью которых можно создавать приложения. Внутри телефонов есть XML-браузер, то есть это нечто, что использует телефон в качестве клиента, клиент обращается к серверу, инициирует запросы, получает ответы, каким-то образом что-то отображает, либо делает. Также инструмент PushXML – это браузер, наоборот, это инициируемые сервером запросы в сторону телефона, когда сервер может заставить телефон что-то сделать. Интересная особенность, которой на слайде нет, этот же PushXML может работать не только по протоколу HTTP, а также еще в режиме сообщений SIP-натифай. То есть можно посмотреть специально сформированные SIP-сообщения в SIP-натифай, метод такой. Я иду на языке XML для телефона, и он ее выполнит. Значит, как работает XML-браузер? У нас есть телефоны. Эти телефоны обращаются к серверу, получают какие-то ответы, что-то отображают, либо что-то делают. Телефон является клиентом, и без какого-то действия пользователя на этом телефоне сам собой ничего не делает. То есть это инициируемое телефоном, инициируемое пользователем деятельности. Так обычный HTTP-диалог требует, соответственно, веб-сервера какого-то. XML-браузер, который, собственно говоря, ну, виден пользователем, умеет отображать меню, умеет отображать тексты, картинки, умеет задавать вопросы, умеет ожидать ввода какой-то информации. Но очень важно понимать, что возможности и конкретный синтаксис зависят от модели телефона, иногда зависит еще от прошивки. Это действительно продвинутый функционал, и у Еленка есть прошивок, которые сделаны под заказчика. Там может быть включен какой-то специальный функционал, с ним можно, в принципе, все это обсуждать при крупных проектах. Собственно, сценарии. Это произвольные справочники с произвольным уровнем вложенности, с произвольным поиском, с произвольными словами, чем угодно. Глубокая интеграция с концентрами. Если программное обеспечение какое-то хитрое требует от агентов действий, которые они хотят выполнять на телефоне, то есть прямо логиниться в концентр, ставить себя на паузу, ставить статус этой паузы, менять смены и так далее, и так далее. Выставлять статус окончания вызова и прочее, то есть вместо веб-интерфейса. Бывают разные люди. Дополнительная авторизация пользователей. Особенно интересно вкупе с VPN, который мы будем рассматривать дальше. То есть если мы телефон выдаем куда-то непонятно куда, в офис из одного человека, который где-то там далеко-далеко находится, в центре организации, то, в принципе, можно попросить пользователя дополнительно авторизовываться на телефоне, чтобы попасть в корпоративную телефонную сеть, вводить какой-то логин, какой-то пароль. Система помощи и подсказок. То есть, в принципе, можно сделать интерактивный учебник по самому телефону, который будет работать на самом телефоне. В принципе, подсказки по станции, там всякое бывает при внедрениях. А также, для некоторых моделей об этом мы скажем отдельно, конфигурирование телефона. То есть можно с помощью XML-браузера запрашивать сервер, чтобы он прислал на телефон какой-то элемент конфигурации, и телефон начал работать по-другому. Это работает не везде. Дальше об этом я скажу. Собственно, два типа объектов, которые понимает XML-браузер. Это объекты UI, то, что видно пользователю. Объекты не UI. Это то, что внутри где-то телефон находится, и непосредственно пользователь этого на экране не видит. Вот тут начинается разница между моделями. Значит, T2, причем X не равно нулю, то есть T20 у нас не участвует в этом празднике жизни. Имеют объекты типа текст-меню, текстовый экран, ввод, каталог, а также UI-объекты, исполнение операций на телефоне, конфигурации телефона и состояние телефона. Телефоны T3X и видеотелефон, помимо всего этого, имеют также UI-объекты, форматированный текст и изображение. Дальше пройдемся по каждому из этих объектов. Объект текст-меню создает текстовое меню, которое может пользователь, по нему может ходить с помощью стрелочек, либо с помощью цифр. Когда он выбирает какой-то из пунктов, нажимает кнопочку ОК, производится запрос. То есть можно сделать какое-то иерархическое, интерактивное меню, которое что-то где-то выбирать, может быть где-то что-то настраивать. То есть какой-то такой, возможно, админский какой-то интерфейс. То есть бывают до сих пор люди, которые хотят станцию настраивать с телефона. Это старые, хардкорные телефонисты обычно. Можно им сделать на телефоне с большим экраном, который они тут же назовут системным телефоном, сделать какой-то интерфейс, конфигурирование некоторых особенностей, возможностей станции. Вы пишете простые скрипты, которые, допустим, с тем же Астериском взаимодействуют на сервере, пишут что-то в вас DB, а у местного телефониста полное ощущение того, что он администрирует станцию. Любой каприз. Значит, здесь я не буду целиком рассказывать, это просто пример, соответственно, XML-файла, параметров массы, это все описано в документах Еленка, которые есть на сайте Еленка, для моделей T2X и для моделей T3X. Очень развесистый документ, где по каждому пункту написано, что он делает, как он делает, какой у него точный синтаксис, что обязательно, что не обязательно. Естественно, документ на английском языке, если кому-то понадобится помощь в каких-то проектах, ну, мы уже разобрались, обращайтесь, мы договоримся. Объект TextScreen просто отображает текстовое сообщение, у него есть заголовок, у него есть непосредственно какое-то текстовое содержимое, если его использовать совместно с PushXML, то можно разослать всем пользователям на экран некое уведомление. Уважаемые господа, телефонная станция будет недоступна по техническим причинам в воскресенье с 6 до 7 утра. Разослать это дело в четверг, они обязательно нажмут кнопочку, чтобы это сообщение исчезло, так или иначе его прочитают. Объект InputScreen позволяет создавать формы. Мы можем сюда ввести, ну, это классический элемент, так сказать, запроса пользователя пароля. Можно спрашивать что-нибудь другое, какой-нибудь паттерн для поиска чего-нибудь, ну, либо... То есть, если мы, допустим, с помощью XML-браузера будем делать сложный сценарий для хот-дескинга, опять же, дальше будет... Можно здесь спрашивать номер телефона, который нужно захватить, какие-то элементы, там, пин-коды или что-нибудь. Если хочется сделать тяжелый интерфейс с гомосовой почтой, здесь можно тоже что-нибудь спросить. Объект Directory — это, собственно, корпоративный каталог. Ну, мы видели серверную адресную книгу, мы видели LDAP. Можно сделать то же самое с помощью XML-браузера. Произвольная будет ложность, произвольная будет что угодно. Здесь можно навертеть что угодно. То есть, выбирая, нажимая ОК на таком, элементе пользователь заставит телефон позвонить. То есть, в отличие от просто меню, где будет запрос, здесь телефон позвонит. Объект «Телефонный статус». Статус телефона позволяет показать на экране, в общем-то, состояние телефона. То есть, наличие сообщений, форвард и так далее. Причем это можно, соответственно, интегрировать с серверными статусами. Это достаточно важно. Интересная у них такая опечатка «ФОВАРД». То есть, все-таки скриншот китайский, взятый из оригинальной документации. Очень даже забавно. У них такое бывает. Объекты «Нон-UI». Потому что не UI-объекты. «ФОН-Экзекьют» позволяет выполнить на телефоне последовательность команд. Зажечь лампочку, погасить лампочку, сделать что-то с локальными списками, например, со списком пропущенных вызовов, там, стереть его, например. Перезагрузить телефон. В общем-то, выполнить какую-то административную команду. Если у вас телефон находится, фиг знает где, администратору нужно его перезагрузить, то вот это в том числе один из тех самых инструментов, которые позволяют это сделать. Телефоны у нас управляемые. Объект «ФОН-Конфигурэйшн» позволяет изменять элементы конфигурации. Настройка кнопок и так далее. Здесь есть очень серьезная тонкость, связанная с тем, что у нас, вернусь обратно, телефоны Т3Х, несмотря на то, что они старше и цветнее, очень сильно ограничены в элементах объектов «ФОН-Конфигурэйшн». Дальше я про это скажу. Это странно, но так. Дальше. Объект форматированного текста. Это то, что есть как раз на Т3Х. Позволяет делать текст, который не умещается на один экран. Экран бьется на три части. На заголовок, на, назовем это, подвал. Как это делают веб-разработчики. Некоторая зона в середине, которая содержит полезную информацию. То есть, в верхней части и в нижней части статический текст, он не исчезает, а зона промотки позволяет там текста промотать много. При этом, каждая строчка текста, именно строчка, она может быть написана разным шрифтом и разным цветом. То есть, внутри строчки мы не можем, там слава как раз имеют они так. Экран маленький. А каждая строка сама по себе может быть вот такая цветная и разным размером написанная. Ну, в принципе, в умелых руках достаточно мощный инструмент. Можно отображать картинки только на цветных телефонах, на T3X и на видеотелефоне. Значит, картинку можно растягивать, можно класть ее не только в центр, там слева, справа, сверху, снизу, посередине. Вот. В принципе, если сильно заморочиться, можно сделать как раз произвольный интерфейс на одних картинках. То есть, запрограммировав софт-кнопки, формировать картинку на сервере, прям как картинку, и показывать ее каждый раз. Соответственно, там может быть абсолютно что угодно, графики, нагрузки, отчетность и так далее. То есть, опять же, если какой-нибудь сценарий внедрения станции для людей, которые любят пользоваться телефонами, системными телефонами, можно там нарисовать график загрузки станции, каких-нибудь звонков, параметров колл-центра или чего-нибудь еще. Привязывается это все к кнопкам на разных телефонах, опять же, по-разному. Ну, путь здесь через DSS-кнопки, через Line-кнопки. То есть, можно это делать. На разных телефонах разными способами. Опять же, то же самое делается, разумеется, через автопровижение. Обратный процесс XML-браузера, PushXML, XML-команды, работает по принципу запрос-ответ, но с другой стороны. Инициирует все сервер. Соответственно, сервер зовет телефон и просит что-нибудь сделать. Отобразить с помощью... Ну, картинка та же, только обратная. Опять же, все то же самое. Не будем останавливаться. Значит, опять, либо что-то отобразить, либо изменить конфигурацию, либо что-то сделать со статусом, либо выполнить какую-то команду на телефоне. Очень важный момент, Значит, в T3X и видеотелефоне в прошивке V70 возможности фон конфигурейшн ограничены только клавишами. Тогда как в телефонах T2X, ну, опять же, X не равно 0, да, можно управлять аккаунтами, настройками LDAP, Action URL, это мы дальше, опять же, обсудим, форвардингом и т.д. и т.п. Почему это сделано, я догадываюсь, но точно не знаю. Своей проекции, своей версии я рассказывать не буду. Но это в некотором смысле ограничивает при использовании тяжелых телефонов возможность такой самой интеграции. Это несколько грустно, но это так и есть. Значит, важный момент, что, когда у нас есть PUSH XML, есть специальное поле, которое ограничивает список серверов, которые могут инициировать соответственно запросы в сторону телефонов. Это некоторая безопасность. Пустое поле по умолчанию телефон обрабатывать не будет. То есть, пусто значит никому. Либо здесь может быть через запятую список серверов, с которых могут такие запросы приходить. Это достаточно важно. И несколько дальше там будет другое поле, связанное с безопасностью, которое работает ровно на удар. Вот обратите на это внимание. Вопросы по XML браузеру. Как обычно, если вопросов нет, напишите, что их нет. На примере внедрения. Значит, собственно, с телефонами Т2, как раз вот у нас дальше будет тема hotdesking, делали, например, следующее. То есть, ну, я сразу эту историю расскажу, а потом просто на нее сошлюсь. Есть организация заказчик, у которой внутри работа устроена следующим образом. Директор компании считает, что для того, чтобы сотрудники его не застаивались и находились в постоянном тонусе, каждое утро он встречает их в дверях организации и говорит, где они сегодня, за каким столом будут работать. Своих столов, своих тумбочек, своих вещей у сотрудников нет, они не могут ничего хранить на работе. Ну, у него такая концепция. То есть, он каждое утро встречает человека, отводит и говорит, сегодня ты работаешь вот здесь. На столе стоит одинаковый компьютер, там терминальные серверы используются, и одинаковый телефон. На телефоне не заведена ни одна учетная запись. Пользователь заходит, нажимает кнопку «Вход», забивает туда некоторый, значит, номер свой, персональный, набирается туда некоторый пароль, который он тоже знает, телефон становится его. Перед уходом он нажимает на кнопку «Выхода» и, соответственно, телефон возвращается в исходное состояние. Значит, вот такая вещь делается с помощью XML-браузера. Это раз. Значит, дальше, PushXML конфигурирование. Но, опять же, если у нас с интерфейса станции хочется запрограммировать кнопки, ДСС-кнопки, кнопки расширенной консоли в реальном времени на телефоне, не передергивая телефон. Дело в том, что если телефон мы перезагружаем, у него отваливается локальная сеть. Телефоны у нас с питанием по Ethernet, компьютеры подключены сквозь них, человек нажимает кнопку «В браузере», у него сеть пропадает. Это очень неприятная ситуация на самом деле. Чтобы делать такие вещи без перезагрузки, PushXML, либо, соответственно, SIP Notify с XML, и кнопка, он, соответственно, программируется. Это второй живой пример. Третий пример. Это, собственно, подсказки и интерфейс работы с, ну, скажем так, форвардингом, например, на станции. То есть человек хочет поставить форвардинг. Он может это сделать на телефоне, только станция про это ничего знать не будет. В статистике этот форвардинг отображаться будет очень странно. А именно никак. Соответственно, мы пишем на XML простенькое приложение, которое он нажимает на станции, форвард звонков, вводит туда, куда он что форвардит. Соответствующий форвардинг выставится на станции. Станция будет об этом знать. Станция это отобразит в отчетах. И, в общем-то, все будет понятно. Это вот три живых примера. Достаточно? Евгений. Ну, замечательно. Тогда продолжим. А то времени у нас мало, информации еще, ой, как много. 104 слайда. Мы на середине. Action URL, Action URI. Это довольно-таки интересная штука, которая тоже нужна для серьезной интеграции. Итак, у нас есть телефон, у нас есть какой-то сервер, ну, собственно говоря, станция, либо сервер коммуникации, что-то еще. И у нас производятся запросы при изменении какого-то статуса на телефоне. А я выбрал трубку, человек что-то набрал, человек поменял форвардинг, человек что-то еще сделал. А соответствующий запросик быстренько улетает на сервер. И сервер может либо у себя что-то просто зафиксировать, да, либо что-то сделать в ответ на телефоне. То есть человек поднимает трубку, да, а мы, например, хотим, значит, его на этом поймать, чтобы он, когда трубку, ну, типа, появился на работе, трубку поднял, опаньки. А мы ему сразу пушек с имелем, сообщение на экран о том, что, дорогой друг, извини, мы забыли тебя предупредить, но ты уволен. Ну, это я так шучу, конечно, грубо. Но какое-то действие приводит к возможности что-то по этому действию совершить. Либо с телефоном, либо на станции, либо где-то еще. Значит, а еще важный момент, значит, вот направление от телефона к серверу это то, что называется Action URL, то есть вот здесь на сервере делаются скрипты, которые вы опять же пишите на чем-либо, да, и по протоколу HTTP делать обычный GET-запрос к серверу на вот URL, который связан с соответствующим действием. У телефона, при этом внутри, тоже есть свой маленький веб-сервер, у которого есть фиксированный набор скриптов и команд, которые он может по команде сервера осуществить. На самом деле, мы можем, в принципе, удаленно управлять телефоном, то есть взять его, нарисовать и нажимая кнопки на экране полностью эмулировать нажимание кнопок на самом телефоне. То есть URI для нажатия кнопок просто делаешь туда запрос, вот полная иллюзия нажатия какой-то кнопки, полная иллюзия там взятия трубки или чего-то еще. Полностью удаленное управление телефоном. Это может быть иногда очень и очень полезно, особенно, когда опять же, телефон и пользователь далеко. настраивается это через меню phone action url. Ну, action url здесь настраивается. Что-то произошло. Setup completed. То есть телефон загрузился, сконфигурировался. Может послать запрос, сказать станции, что все, готов, обновился, опять же. То есть подтвердить выполнение какой-то операции. Когда вы обновляете тысячу телефонов на новую прошивку, незаменимейшая вещь абсолютно. Чем иначе, потом их выпинговывать все тысячу и смотреть, кто из них зарегистрировался, а кто нет. Можно просто для них сделать такой краткий в кавычках опросник, они сами на него ответят. Лагон аккаунта, лагов аккаунта, для статистики, для колл-центров, ничего угодно. Ошибка. Регистрация отвалилась. Мы зовем url какой-то системы, нотификацию администратора, загорается красная лампочка в системе мониторинга. Формируется инцидент, система управления инцидентами. Трубку сняли, трубку положили. Тоже всякое может быть. Значит, режим работы телефонов CISCO по протоколу Skinny, который сам по себе вообще не является протоколом вебной сигнализации, а фактически является протоколом управления телефоном. То есть пользователь нажал кнопку 4, сервер получает информацию о том, что пользователь нажал кнопку 4, посылает ответ телефону команду отобразить на экране цифру 4. CISCO Call Manager в своем оригинальном протоколе. Полный тотальный контроль над пользовательским устройством. Чрезвычайно полезно при глубокой-глубокой-глубокой интеграции со станцией. Работает в прошивках V60 или выше. Ну, у нас они сейчас все такие. Соответственно, какой-то формат обычный веб-запрос. Значит, например, для примера поставим обработчик на событие поднятия трубки, какой-то URL, весь макрос, домармак, это мак-адрес телефона, вставляем его сюда. Конфигурируем телефон. Если после этого поднять трубку, поднять трубку, мы увидим, что пошел веб-запрос. И сервер какой-то у нас узнал, что на таком-то телефоне кто-то поднял трубку. В принципе, может быть полезная информация. Куча-куча макросов. Мак-адрес телефона, IP-модель, прошивка. Опять же, сетап-комплит, прошивка, перезагрузился, то есть вы просто собираете, что он реально прошился, он сообщает новую версию. Если у него произошла ошибка, он просто перезагрузился со старой прошивкой. Он об этом опять же скажет, вы это отловите. Тысяча телефонов. Ну, с огромное количество времени будет сэкономлено. URL. URL текущего, СИП-аккаунта, может быть. То есть это когда запрос сделают, чтобы идентифицировать, от какого телефона пришло, от какой линии, какой пользователь. Значит, опять же, если это что-то во время звонка происходит, то это что на экране было написано, какое имя, с кем он разговаривал, продолжительность вызова в секундах. То есть берете на событие повешение трубки, он вешаете запрос, который сообщает куда-то, сколько длился разговор. Ну, вот так надо. У нас разные бывают заказчики, разные бывают у них запросы. Значит, можно не со станции, то с телефона. Ну, опять же, все зависит от сценария внедрения. Куда шел, звонок и так далее. В принципе, это глубокие такие интеграционные вещи. Action URI, это в обратную сторону. У телефона есть некоторый фиксированный формат URI для запросов. Например, можно понажимать на нем кнопки, просто вызывая последовательно вот такой URI, указывая код кнопки. Ну, он там в справочнике есть. Опять же, справочника здесь не привожу. Теперь, чтобы изобразить нажатие кнопки ОК, можно вот так позвать, прямо из браузера. Ну, будет полная иллюзия нажатия на телефоне кнопки ОК. Чтобы совершить звонок, ну, для T2X, для T3X, URI разные, опять же, можно позвонить через какую-то линию на какой-то номер, через какой-то севсервер. Звонок пройдет, будет вызов. Зачем? Ну, для тестирования. Очевидный момент, чтобы пользователю не звонить на мобилу каждый раз и просить куда-нибудь позвонить, когда что-то решает в ответ на запрос. Можно вообще это делать в вечернее время, когда пользователя нет и реально полную иллюзию звонка с пользовательского телефона осуществлять. Я считаю, что это очень полезная вещь и в реальной жизни это такой сценарий, который, ну, проявляет заботу, что ли, о людях. Значит, важный момент, красным выделено, действие Action URI зависит от контекста. То есть, если мы, вот, у нас телефон уже с поднятой трубкой, то, например, нажатие кнопок будет, ну, обрабатываться соответственно. То есть, мы не, ну, как, чтобы что-то сделать предсказуемое, мы должны телефон в какое-то исходное состояние привести. То есть, мы можем просто, человек разговаривает, да, в текущий момент разговора мы зовем, у него там единичка нажалась, ДТМФ пошел. Ну, а может, ему это совершенно не надо было. То есть, нужно понимать, когда мы все это делаем. Если особенно происходит какая-то отладка, то телефон должен быть предсказуемым в состоянии, иначе можно запутаться. Значит, важно, action, URI, и не тайпи, по умолчанию пустят. Это значит, все, все, все могут спокойненько звать у телефона эти скрипты. Это, ну, как у него, сильно небезопасно. Особенность, если телефон сидит на публичном адресе. То есть, колбеки мы все знаем, как делаются. Можно заставить телефон сделать какой-нибудь форвардинг, Не лучшая штука, позвонить куда-нибудь за счет организации, сделать вызов, сделать форвардинг. Очень-очень цикольно. Поэтому заполняйте его чем-нибудь обязательно при проведении. Опять же, вот справочник, все кнопки, как они называются, что посылать. Ну, это все, как я уже говорил, есть документация. В общем-то, можно заставить телефон порвать в банке. Полезно, если человек уже уехал как бы со станции, может на веб-интерфейс станции сам зайти и что-то проделать. То есть, опять же, какая-то глубокая интеграция, можно такие вещи наруливать, либо администратора попросить. Вопросы по этому Вопросы по этому собственно функционал Hot Desking. Это примерно тот сценарий, о котором я рассказывал. Но, в более простом и менее экстремальном варианте, никто никого не рассаживает. Значит, просто мы предполагаем, что телефоны общественные и можно обслуживаться на каком-то практически любом СИП-сервере и звонить через этот телефон. Это какие-то более-менее общественные места, либо какая-то спецуслуга для этого. Значит, соответственно, мы подходим к телефону, нажимаем на нем кнопку, вводим логин, пароль, СИП-сервер и забираем этот номер и он на телефоне конфигурируется. В простом виде там задается полный диалог с технической информацией, обычно пользователи ее не знают. Если мы делаем какой-то бизнес-сценарий, то либо это делать опять же XML-браузером, либо там есть так называемый Advanced режим, в котором часть информации может быть спрятана с экрана и при этом будут опять же всякие XML-запросы на сервер, в котором вернется в специальном формате, называется Hotdesking Advanced Mode у Еленка, вернется информация для телефона, чтобы он мог линию какую-то настроить на соответствующий номер. Ну, не какую-то первую линию в базовом режиме, в принципе, в Advanced тоже. Возможно, в Китае просто все знают, что такое Register Name, что такое C-Proxy, что такое Password. Соответственно, этот режим у них как-то так сделан был. У нас немножко не так, приходится все в что-то красивое обернуть. Так, там какой-то вопрос, можно ли будет получить видео. Значит, видеозапись вебинара и P-MATIC обещает презентацию, я эту не дам. То есть, поймите меня тоже правильно, она, во-первых, дальше будет еще развиваться, возможно, перерастет в какой-то учебный курс. Во-вторых, ну, это результат довольно-таки большого труда. Соответственно, если у вас есть какие-то проекты или что-то, что требует расширенных вещей, обращайтесь, мы договоримся. У нас еще дружелюбная компания с партнерами, так и с заказчиками. Любой сложный сценарий, консультации, какая-то разработка, все что угодно. Значит, соответственно, Hot Desking это специальный режим для кнопок, то есть, какую-то кнопку на расширенной клавиатуре либо софт-кнопку можно просто присвоить эту функцию, при нажатии на нее высветится диалоговое окно, заданы будут вопросы и произведет соответствующее действие. Расширенный режим Hot Desking фактически частный случай работы XML-браузера, как я уже рассказывал, предразумевает запрос данных сервера, то есть, например, пользователь может вводить собственный пароль, а не SIP-пароль, какой-то пин-код, например, а сервер уже из своей базы данных, поэтому пин-коду найдет SIP-пароль сложный, который у нас должен быть нечитаемым, отдаст его телефон, и телефон зарегистрируется. Очень все это зависит от прошивок, очень все это зависит от модели телефонов, но такой сценарий есть, такая возможность есть, если заказчики такого странного хотят, в принципе, это телефонов Еринг. Мы это делали, это работает. Вопросы? Ну, для концентра, кстати, еще тоже хорошо, вот, если концентр делается не в виде такого прям реального концентра, как где там телефоны звонят, такое бывает, да, концентр в кавычках, то harddesking удобно, оператор пришел, что-то свое ввел, ну, вот вроде и оператор. То есть, если концентр на коленях вполне замечательно работает. Следующий наш разделчик это Dale Plan или правила набора. В принципе, его с трудом можно отнести, наверное, к сильно расширенным функциям телефона, но так или иначе, я про него расскажу. у нас телефон имеет встроенный план набора и в нем есть четыре вида правил. Значит, первое правило это автопосылка в Dale Now. Что это означает? Означает, что номер набрали и кнопку Send нажимать не нужно. В общем-то, в телефоне никаких кнопок Send у нас никогда в жизни не было, в мобильных телефонах они появились. И здесь все зависит от того, как люди привыкли. Если человек уже родился, были мобильные телефоны, он в принципе традиционного телефона в жизни и не видел, то для него логично и понятно набрал номер, нажал Send и вызов пошел. Для, в общем-то, людей старой закалки вот этот Send как-то не казуально совершенно выглядит. То есть, я набрал 7 знаков, я ожидаю, что сразу пойдет контроль по ссылке вызова, я куда-то позвоню. Телефон, ну я же набирал, набирал. Вот. А для этого существует набор правил Dale Now. Он просто ждет какое-то количество знаков по шаблону и как только последний знак получает, в общем-то, начинает звонить. Дальше подмена. Можно запрограммировать короткий номерок, а дальше, соответственно, туда какой-нибудь будет что-то очень длинное. Он будет как-то разворачиваться. В принципе, если вы часто звоните на какую-нибудь корпоративную аудиоконференцию, которая на томфри номере там 010-8800, что-то там между томфри, там куча знаков, потом еще через паузу идет донабор пин-кода и так далее, либо это карточный какой-то телефон, вы можете просто сконфигурировать соответствующий элемент оплана, набирать его, и он будет разворачиваться во всю эту длинную галиматью. Дальше региональные коды. То есть, мы вот ставим телефон, он работает в режиме местной связи, человек звонит только по городу, ну, если, например, 7 знаков набирает. А оператор телефоней, он такой странный, он требует всегда присылать ему Е164 в полном формате, начиная, соответственно, с, ну, то есть, в интернешнл формате номер 8, код города и так далее, даже для местных звонков, иначе он, например, не работает. Мы такое встречали и встречали неоднократно. Местные операторы творят, что хотят. Соответственно, мы делаем правила в дайвл-плане, которые, получая 7 знаков, начинающихся, например, на двойку-тройку, просто впереди подставляют вот такой префикс и посылают вызов. Будет, согласно правилам оператора, произведен звонок. Ну, и черные списки, естественно, прямо на уровне телефона. Можно делать на станции. Значит, если мы станцию, например, не контролируем, то есть подключаем телефон к какому-нибудь СИП-нету, ставим его куда-нибудь, знаем, что человек, который там сидит, имеет тенденцию иногда на халяву позвонить на Гавайи, просто берем, блокируем ему все подряд прямо на телефоне и, в общем-то, все. Привет. СИП-нет может быть даже плохой, примерно, ну, неважно, какой-то оператор в телефоне, которому как раз хорошо, когда через него звонят, а нам, соответственно, за это помотить, это плохо. Как это делается? Значит, есть правила замены точной замены и замены по какому-то шаблону по паттерну. То есть, если, например, мы точное соответствие пишем, говорим префикс такой-то, заменять на вот это, звоним на 5, произведется замена. Можно использовать макросы, это точка в скобках, x в скобках, пишем 0 и точка в скобках и заменяем, соответственно, на 0, 0, 8, 6, точка в скобках. Если мы позвоним на вот такой номер, начинающийся с 0, точка в скобках, это произвольное количество номеров, телефон этот 0 нам подменит на то, что вот нужно заменить и произойдет звонок на такой номер удлиненный. То есть, нормальная такая маршрутизация по префиксам. В принципе, если вы здесь замечаете, еще есть поле аккаунт, это, если мы на телефоне завели несколько линий на перс разных операторов, это примитивный вариант раскидывания звонков по провайдерам. Например, местные звонки у нас уходят с первой линии, через кого-то местного оператора, а, допустим, международные звонки междугородние уходят через дешевого оператора с более фиговым качеством, но зато дешевле. Вторая линия просто заведена на какой-нибудь, опять же, там СИП нет или что-то еще. Это можно делать прямо на самом телефоне. Значит, тот самый диамонал, про который я рассказывал, пишем правила, опять же, то есть 0, потом любая цифра с 1 до 9, потом какое-то количество знаков, через первый аккаунт, через тайм-аут, который произойдет. Здесь 4 секунды, но это безумно долго. Обычно секунды и то уже достаточно. Просто автоматически пойдет вызов. Клопку СЕНТ при этом набирать будет. Значит, соответственно, правила набора. То есть, если мы пишем цифры с 0 до 9 либо звезду, то это вот ровно оно и означает. Если мы в квадратных скобках пишем цифра минус, ну, дефис цифра, то это диапазон, то есть, например, от 1 до 9, как на предыдущем слайде. Если мы здесь написали диапазон через запятую и что-то еще, например, 1-3, 5, 8, то это, соответственно, какие-то разные цифры, которые присутствуют на этом месте. Какая-то одна из этих цифр. Точка. Это строка. Х. Это один любой символ цифровой. Ну, в общем-то, такое практически регулярное выражение. Не совсем, но похоже немножко. Тайм-аут. По умолчанию одна секунда. Можно ставить от 1 до 14. Одна секунда и то для людей, которые привыкли к традиционной телефонии, выглядит достаточно большим интервалом. То есть, вроде уже набрал там раз и только потом пошел вызов. Можно быть побыстрее. На телефонах цисков, к вам менеджера это происходит практически незаметно. Там буквально доля секунды, и, в общем-то, это привычнее выглядит. Дальше. Та самая Ария-код, то есть, код региона, если мы набираем какое-то количество знаков, то перед ним может быть подставлен соответственно код, и через какую-то линию указанную пойдет вызов. Значит, опять же, такой достаточно простой функционал будет работать. Черный список, указываем номер, все. То есть, будет сказано, что вызов запрещен, и, в принципе, можно повесить на это дело Action URL и сообщить станции или куда-то, не знаю, звоночек большому брату о том, что кто-то пытался позвонить, например, за рубеж. После этого его страшно со страшной силой покарать. Некоторые заказчики этого просят, иметь возможность узнать о попытках, чтобы потом вопросы по дайл-плэну. интереснейший с моей точки зрения раздел. Вот эта функция OpenVPN, вообще функция VPN-а встречается достаточно редко. Допустим, у той же самой Huawei встречается только в довольно-таки дорогих телефонах. А в Еленке встречается, в общем-то, ну, во всех невырожденных аппаратах, то есть, 26-й, 28-й, 30-я серия. В принципе, с V-70 возможно будет поддержка в Т-22, если упихнут. Значит, что это такое? Это вообще, что такое VPN? Это некая защищенная, корпоративная, либо, ну, в общем, частная сеть, построенная на защищенных, шифрованных тоннелях, через публичную сеть, например, интернет, и соединяющие воедино разрозненные сети, например, сети филиалов, или какие-то устройства. То есть, это может быть просто удаленный доступ к корпоративной сети для человека. Схема следующая. есть головные офисы, есть интернет. В региональных офисах ставится устройство доступа, которое шифрует и организуются тоннели либо только с головным офисом, либо еще и между собой. И пользователи могут, например, из дома заходить. Здесь может быть также нарисован телефон, который тоже вот сам по себе просто идет в корпоративную сеть. Зачем это? Ну, это понятно. То есть, если у нас, опять же, значит, наши заказчики строят сеть телефонную филиалу, у них состоят реальные запросы, у которых офисов нормального нет, либо они там по домам работают, можно просто выдать телефонный аппарат, который при включении в интернет зарегистрируется в корпоративной сети абсолютно безопасно. И будет он прямо находиться в этой корпоративной сети, в ее каком-то голосовом сегменте, иметь из нее адрес и работать с ней напрямую. Никаких НАТОв, никаких особенностей СИПа, все абсолютно подконтрольно, и самое главное безопасно. То есть, никто это просто так не прослушает. Значит, а вообще, что бывают за VPN-ы? Значит, есть VPN-ы, которые эмулируют уровень канальный, то есть, уровень, ну, допустим, Ethernet, там, PPP и так далее. Значит, это PPTP, L2TP, Microsoft их любит. Есть стандартный протокол IPsec, безопасный IP, это отдельный протокол безопасный третьего уровня, и есть куча протоколов VPN прикладного уровня, в том числе основанных на SSL. Они инкапсулируются внутрь трампов TCP, UDP, как обычные пользовательские протоколы, там, на обычных портах. Соответственно, можно даже обмануть всех и вывесить, допустим, на порт 443, и многие фаерволы даже не поймут, что это не HTTPS, например. OpenVPN это свободная и бесплатная реализация SSL VPN. Это открытый код, это можно использовать как угодно, собственно, поэтому, как вы знаете, внутри телефонов E-Link работает Linux, туда, соответственно, опихнули просто эту программу. OpenVPN допускает использование различных секретов для аутентификации, прежде всего, сертификатов, возможно, пара, логин, пароль, сертификат может быть соответственно защищен, пароль или не защищен, но это в принципе вот так. Соответственно, используют широко распространенную библиотеку OpenSSL, на которой практически весь интернет работает, и протоколы, соответственно, SSL версии 3, TLS версии 1. OpenVPN межплатформенная система, работает на всем и вся, включая VIN. Позволяет строить маршрутизируемые тоннели и соединение типа мост. В системе образуется новый сетевой интерфейс, через который осуществляется маршрутизация, защищенная вот этого трафика, который должен попадать в этот самый VPN. На телефонах E-Link соответственно, имеется встроенный клиент, он позволяет, как я уже говорил, предсказуемо, удобно подключать пользователей корпоративной сети. Делается это следующим образом, то есть мы формируем сертификаты, формируем конфигурационный файл, все это аккуратно упаковываем в специального вида архив и скармливаем это телефоном. Понаробится установленный сервер OpenVPN, его можно скачать, поставить так, он есть в составе всяких PF-сенсов, VIAD и прочих дистрибутивов для шлюзов выхода в интернет. требуется очень серьезная внимательность и аккуратность. Это процедура тонкая, очень легко превратить телефон в кирпич, то есть у него персинтактическая ошибка в операционном файле приведет к тому, что телефон перестанет загружаться, его придется полностью сбрасывать, это надо делать аккуратно. Клиентский сертификат, пароль вводить негде, то есть у нас консолей у этого телефона нет, он когда загружается, когда это все делает у него, но нет ни клавиатуры в общем-то такой, ни дисплея, на котором он пароль спросит, то есть клиентский сертификат не должен защищаться. Значит, в принципе это, опять же, не страшно, потому что мы, во-первых, на телефоне на самом, если мы его куда-то высылаем, можем его защитить его собственным паролем, то есть из него добыть этот сертификат будет достаточно трудно, не распаивая телефон полностью. Во-вторых, если мы хотим просто, чтобы еще пользователь, если вдруг телефон оставил беспределение, опять же, пользуясь XML-браузером, можем сделать дополнительный уровень авторизации для самого телефона, чтобы им воспользоваться, куда-то позвонить, нужно было чего-нибудь там ввести. А если, например, час звонков не было, то заново ввести. Это все можно реализовывать, то есть телефон у нас достаточно в этом смысле функционален. Очень аккуратно сделать этот архив, опять же, с помощью автопровиженинга, либо через телефонный интерфейс, соответственно, засунуть туда вот этот самый конфигурационный, ну, не конфигурационный, этот архив с конфигурационным файлом, набором сертификата. Если все получится, то на экране телефона появится иконочка с надписью VPN, телефон окажется в корпоративной сети, после этого спокойно сможет зарегистрироваться в на СИП-сервере, собственно говоря, и работать. В старых прошивках есть ошибка, она связана с тем, что, например, если мы работаем в режиме DNS-SRV, так называемом, то есть, когда у нас IP-адрес прокси-сервера, а домен СИП-а, с помощью DNS-а дальше запрашивается уже список СИП-серверов, он, этот запрос делает не через тот интерфейс. То есть, он пытается поискать через интерфейс, который в интернет смотрит, а не через интерфейс тоннеля. Такая ошибка была, мы, соответственно, в Еленке ее репортили, вроде как они ее устраняли. То есть, это повторяемая вещь, но это относится к сценарию, когда используется DNS-SRV. Астериск этого не требует, а это у нас самый массовый какой-то вариант. То есть, если у вас станция требует DNS-SRV, надо быть аккуратными с прошивками и проверять, что этот будет в момент работать корректно. Вопросы по ВПМ. кто-нибудь слышал вообще? Отлично. Я регулярно проверяю, потому что, в общем-то, сам в вебинарах участвую многократно, иногда так отвалится и не замечешь. Дальше, чрезвычайно полезная функция называется она разделение доступа к интерфейсу. вы наверняка встречали, что пользователи, получив красивый новый телефон, начинают с ним активно играться. Включение режима DNS-D, это как минимум то, что они все делают, а потом жалуются, что телефоннее работать перестало. Форвардинги всякие пишут, там, с книжками, с адресными начинают творить непотребства всевозможные. Приводит телефон в состояние, когда он весь на раскоряку, опять же, снова жалуется. В результате, значит, руководство считает, что внедрение IP-телефоней в организации произошло как-то не так. Что по этому поводу можно делать? Можно люто ограничить доступ пользователей как к CallCD, так и к веб-интерфейсу. Таланты, которые, зная, что IP-телефон это маленький компьютер, немедленно находят у него IP-адрес, заходят на него браузером, пользовательским паролем дефолтным и начинают в нем что-нибудь рыть. Это тоже практически в каждой организации такие таланты находятся. Можно выделить несколько уровней доступа к телефону, их три. Это уровень админа, уровень какого-то реселлера, либо, если это корпоративный сценарий, может быть, какого-то регионального админа и уровень пользователя. И практически на каждый, на каждый, на каждый элемент конфигурации, который так или иначе отображается в интерфейсе, можно установить ему правила видимости и правила изменения. то есть, будет ли данной категории пользователя этот параметр виден вообще, либо, соответственно, сможет он ли его только прочитать или еще и поменять. По умолчанию разделение на эти уровни выключено, его нужно вручную включить через автопровижн, через экран вы его не включите. Телефону нужно сказать вот такое вот слово, что вы включаете, соответственно, уровень вара, и у вас куча параметров в конфигурационном файле при этом начинает работать. Есть справочник именно, значит, для конфигурационного файла для автопровижн всех вот этих вот имен, элементов. Он опубликован, естественно. И значение выставляется следующее, то есть, уровень видимости и уровень записываемости. Значит, соответственно, x1, x2. Если у нас двоечка, то это админ, если дничка, товар, то 0, то пользователь. Например, какой-то item name у нас форвардинг имеет значение 0,2. Виден всем, пользователь может только прочитать, соответственно, вар тоже может прочитать, админ может поправить. Если здесь 0,1 будет написано, то пользователь прочитает, а админ и вары смогут поправить. Значит, варом, опять же, можно сделать какого-то местного гуру, который будет помогать, соответственно. Пользователи сами ничего не поменяют. полезно. Если мы всю логику реализуем на станции, то на телефоне соответствующие пункты нужно убрать, чтобы они не вводили в искушение. Ну, либо просто не было двоякого какого-то понимания. То есть, если мы, например, через XML-меню реализуем управление форвардингом, выберем профилейтом и так далее, то родной телефонный форвардинг нужно выключить. Иначе, ну, будет большая-большая путаница, а мы все понимаем, что путаница это всегда плохо. Это непредсказуемый результат, это усложнение отладки. В общем-то, ничего хорошего. Если у нас пользователь, не имеющий прав куда-то ломится, он получает замечательную, любимую всеми надпись Permission Denied. То есть, ничего плохого он у нас уже не сделает. Это чрезвычайно полезная вещь. Ну, этот пример я уже рассказал. Наша презентация подходит к концу, чуть больше часа, все это делали. Мы рассмотрели серверные адресные книги, образ обзор, осуществление запросов в серверы OnDub, XML браузер, XML команды PushXML, события телефона, ActionUri и URL, работу с Hotdesking, идеал план, VPN и разделение доступа. За кадром осталась работа в безопасном SIP, то есть SIP, TLS и SRTP это отдельная большая тема и ее сюда в общем-то не стали добавлять, чтобы сильно не усложнять ситуацию. В общем-то остались сложные сценарии с всевозможными узнаваемыми мелодиями, например, когда босс звонит у нас один рингтон, когда коллега звонит у нас другой рингтон, либо внешние и внутренние линии по-разному звонят. За кадром остались в общем-то и другие замечательные функции совершенно чудесных и функциональных телефонов Yelling. Я не перестаю утверждать, что это одни из самых лучших телефонов на рынке, которые в принципе есть. Вопросы вы сейчас зададите. Здесь обязательный маркетинговый слайд. Обязан просто продемонстрировать и с удовольствием это делаю. Yelling – это хорошие телефоны, не забывайте об этом. Здесь я сознательно не нарисовал телефон T20, который в общем-то сильно компромиссный вариант, несмотря на то, что он дешевый. я всех призываю продавать больше телефонов, которые более гибко конфигурируются, а когда пользователи говорят, что они хотят просто тупые звонилки, в общем-то это не всегда реально обоснованный выбор, потому что телефоны – это большая инвестиция, и проинвестировать деньги в нечто, что нельзя действительно заточить под бизнес-сценарий, это фактически эти деньги потерять. Я это осознанно утверждаю. Продавайте хорошие телефоны, пользуйтесь хорошими телефонами, вы этого достойны, если вы собственно говоря бизнес представляете. Телефоны Elling хорошие. Собственно, контактные данные, этот слайд я оставлю, обращайтесь, если есть какие-то интересные проекты, мы с удовольствием в них поучаствуем, как разработчики, как консультанты, как, может быть, где-то интеграторы. То есть, мы очень глубоко и плотно работаем с Elling, раскапываем эти телефоны там до основания, работаем с непубличными прошивками, разрабатываем приложения под них и так далее. Буду соответственно рад вступить в какой-то конструктивный диалог. В общем-то, на этом все. и так далее. коллеги, большое спасибо вам за внимание, Михаилу, за очень интересную презентацию, интересный доклад, в том числе и для нас полезную, и вам, надеюсь, тоже. Хотел бы добавить, что если есть какие-то вопросы, вы можете обращаться как напрямую в компанию Appimatic, так и к Михаилу, и мы совместно поможем вам в ваших вопросах. В общем-то, помимо вопросах. Спасибо. 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 Спасибо.